Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, в прямом эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Поэтому вы всегда можете позвонить нам в студию и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Ну, кроме того, нам всегда можно написать на наш электронный или почтовый адрес, ну, и, наконец, вы можете смотреть нашу программу в интернете на сайте Первый образовательный или sgutv.ru в разделе прямой эфир. Итак, развод. Развод – это, несомненно, один из самых драматических ситуаций в жизни семьи. По статистике, в России распадается в среднем каждый третий брак, а в Москве – так каждый второй. Но, невзирая на обыденность этого явления для нашего времени, развод, согласно исследованиям, занимает одно из самых высоких мест по шкале переживаний и стрессов. Правда, как утверждают специалисты, мужчины и женщины переживают его по-разному. Отсюда и разные взгляды и мифы о разводе – мужской и женский. Мифы, которые мешают либо предвозвратить, либо правильно относиться, либо правильно пережить развод. В чем правы, а в чем ошибаются те и другие – в нашей сегодняшней передаче. У нас в гостях кандидат психологических наук, психогенетик, руководитель консультативного центра по семейным проблемам Наталья Цветкова. Здравствуйте, Наталья Фанасьевна. Здравствуйте. Рада вас вновь видеть в нашей студии. Я тоже очень. Всегда ваши передачи вызывают очень интересный отклик активный и много звонков. Надеемся, что и сегодня наши телезрители будут нам звонить по этим вопросам, потому что действительно разводная ситуация, предразводная, постразводная, она очень стрессовая и беспокоит очень многих. Вот развод. Он же стал частью нашей жизни. И, с одной стороны, есть уже некое привыкание к нему. Ведь когда-то это было нонсенсом, позором в семье, может быть, даже. Да, действительно. А что произошло сейчас? Почему? Только ли из-за количества разводов стали к нему относиться несколько обыденно? Ну, все-таки, наверное, обыденность пришла вместе с нарастанием, лавинообразным нарастанием разводов. Действительно. Вы правильно сказали, что в Москве распадается более 70% браков. Так что это действительно нас окружает, эта ситуация. И поэтому общество вынуждено изменить отношения от того, что это нечто уникальное, надо всем миром помогать, до того, что, ну, это так обыденно, что человек справится сам. И исследования показали, что независимо от того, мужчина это или женщина, является ли он источником, причиной развода или пострадавшей стороной, в том смысле, что не он подавал на развод партнер, 75% разведенных людей первые 5 лет оценивают развод как катастрофу. И живут в убеждении, мир рухнул. 25% оценивают, переживают развод как ситуацию в совершеннейшей психологической беспомощности. Я не знаю, как теперь жить. И только 5% сюда входят и мужчины, и женщины, рассматривают развод как новую возможность. Как хорошо, что это событие произошло, я больше не живу во лжи, это новая возможность. И наиболее просвещенные из этих 5% говорят, что, ну, китайское слово «кризис» состоит из двух иероглифов. Первый – проблема, а второй – возможность. Поэтому, конечно, если раньше развод никогда не рассматривался как возможность, то сейчас он в большей степени возможность. Хотя, если мы вспомним большие исторические примеры из XIX века, когда развод или вдовство представлялись проблемой, так мы увидим, что женщины, которые умели быть притягательными, они выходили второй раз замуж. И даже в XIX веке, когда развод, в общем, очень не приветствовался. Да, точно, как-то это не выглядело проблемой. Достаточно вспомнить Даву Пушкина, правда, даже не предполагая, что там ее царь замуж выдавал. Но все-таки, тем не менее, в среде дворянства повторных браков было много. И если мы говорим о мифах, то надо сказать, что мужские и женские, что все-таки есть один очень большой миф. Например? И он состоит в следующем. Что мужчина, разводясь, таки действительно получает свободу и возможность прожить другую, более счастливую жизнь. Мы не будем забегать вперед, то есть миф мы потом рассмотрим подробно. А сейчас все-таки хотелось бы еще поговорить, а почему, казалось бы, на фоне вот такого большого количества разводов и уже более-менее спокойного отношения к ним общества, почему 75%, как говорите вы, переживает развод как сильнейший стресс? Откуда такие сильные переживания, если общество уже и люди, которые составляют это общество, привыкли к разводу? Ведь это не социальные переживания, это очень личностные переживания. Обусловлены они двумя факторами. Что это за факторы? Первый – это развод происходит все-таки после какого-то времени уже в браке. И человек в этот брак уже вложил свою энергию, время, способности, финансы. И мы ведь, когда вкладываемся, мы склонны считать, что мы инвестируем, а не просто что-то выбрасываем на ветер. Даже если люди прожили в браке всего один год, потому что в Москве, допустим, возросло количество разводов после одного совместа прошлого года. Конечно, но все равно. Когда они приходят в брак, они уже эмоциональный вклад сделали в это, и это достаточно много. И вдруг нужно осознать, что это была не инвестиция в будущее, а просто направить на потраченное время, усилия, опять-таки, финансы, эмоции. И, наверное, может быть, вот все-таки, несмотря на то, что институт семьи рушится, и надеюсь, что вы сегодня нам расскажете тоже об этом, почему. Он перестраивается, а не решивается. Да, перестраивается, да. То, наверное, все-таки брак продолжает рассматриваться как элемент успешности или неуспешности, какой-то реализации или не реализации. Безусловно. Самое главное, брак стал рассматриваться и очень правильно, как основной элемент жизни, дающий ощущение стабильности, безопасности. Понимаете, наша успешность никакая невозможна, если не удовлетворена потребность безопасности, в защищенности. Это базовая потребность. А это дает семья как раз, да? А это как раз дает только семья. Понимаете? Потому что вот если человек в любой степени звездности, там, в 20, 30, 40 лет, задумывается о том, во что превратится его звездность со временем... Да, что будет дальше. Что будет дальше. Так вот дальше встают семейные ценности, как дающие человеку осознание того, что его успех не приходящий. Понимаете, любой социальный успех, он приходящий. А успех в семье навеки, то есть на всю свою жизнь. А тогда вот что вы можете сказать о последних исследованиях? Что у нас представляет сейчас с тобой институт брака? Вот сколько у нас заключенных браков? Как, сейчас в каком возрасте люди вступают в брак? То есть в каком состоянии находится сейчас семья, Наталья Фанасьевна? Ну вот смотрите, я категорический противник утверждения или мнения, что институт брака рушится. Он действительно претерпевает очень серьезную трансформацию, которую мы можем отслеживать по следующим объективным показателям. Первое. Существенно состарился возраст тех, кто вступает в официальный брак. То есть в брак стали вступать позже? Позже, после того, как, и это, наверное, неплохо, потому что человек осознал себя в социальном плане и осознал свое желание независимости, что он может что-то предложить уже партнеру. Это первое. Но я вам должна сказать, что здесь это очень полезно молодым нашим слушателям услышать, что в Германии были проведены большие исследования. Они показали, что как раз позже стали вступать в брак люди, у которых очень высокая социальная планка успешности. А вот люди, которые считают, что и образование необязательно, что, в общем, социальный успех – это вторично, они продолжают вступать в брак до 23-24 лет. А девушки пораньше. Это первое. Мы видим, что брак отодвигается, создание семьи отодвигается. Такая трансформация. Следующая трансформация. Конечно, брак из инструмента выживания – в одиночку нельзя было выжить. Кстати, ни мужчине, ни женщине. Когда-то, да? Превратился в инструмент эмоционального стабилизатора. Понимаете? Люди больше стали дружить в браке. Это хорошо или это просто трансформация такая? Это великолепно. Другая проблема в том, что разводятся люди, потому что не умеют дружить в браке. Это, понимаете, с одной стороны, очень позитивная тенденция, но поскольку она ещё не является привычной, то люди не умеют в браке дружить. И поэтому, не найдя этой эмоциональной поддержки, разводятся. Это второй признак трансформации. Третий, очень существенный, это, конечно, в том, что распадается связь поколений. У нас семья превращается в нуклеарную, то есть семью, где одно поколение взрослых и поколение детей. Предков стали отодвигать очень сильно. И это я не считаю позитивной тенденцией. Она сложная, но она не безусловно позитивная. И, наконец, четвёртое, количество гражданских браков резко увеличилось. Вот то, что это как раз ваш вопрос был. Количество незарегистрированных браков по разным странам разное. В России нам трудно это отследить, но всё-таки больше 30%. О чём это говорит? Это тоже какой-то очередной миф, что лучше не заключать официального брака, чтобы потом легче было разойтись, как-то не делить имущество. Или это просто какая-то форма, не знаю, лёгкой безответственности, скажем так. Я бы сказала, безответственности не в лёгкой, а в тяжёлой форме. В тяжёлой форме. Конечно, это показатель того, что у нас выросло поколение, которое стремится там, где можно, ответственности избежать. Может быть, потому что развод настолько сложен и настолько тяжёл, что лучше жить в гражданском браке. Может быть, это для души и для сердца как-то спокойнее. Татьяна, я вам должна сказать, что при наличии детей и большой недвижимости или вообще больших средств гражданский брак юридически так же сложен, как и оформлен. Потому что у нас теперь гражданский брак по семейному кодексу возлагает на супругов при разводе большие обязательства. Поэтому я бы сказала, что... А в эмоциональном отношении? Ну вот давайте себе зададим вопрос. Хотели ли бы мы быть в официальном браке или в гражданском браке? Правда? Наверное, всё-таки мы бы предпочли... Я, во всяком случае, могу ответить за себя, что с моей точки зрения, если я доверяю мужчине, а он хочет взять на себя ответственность за меня в какую-то степень, то тогда вопрос, а почему же не пожениться? А с другой стороны, может быть, другой вопрос. А зачем нужно... Это всего лишь штамп в паспорте, как говорят некоторые. Зачем он тебе нужен? Особенно, говорят, мужчины, женщины. Это всего лишь штамп в паспорте. А у нас как есть любовь, так она и останется. Я всегда задаю встречный вопрос. Если это всего лишь штамп в паспорте, то почему ты его так избегаешь, милый? Действительно. Если это ничего действительно не изменяет, да? Ну, например, кольцо на моей руке ничего не изменяет в твоей жизни. Так давай поставим ещё одно колечко, наденем ещё одно колечко. Действительно, абсолютно с вами согласна. У нас же поступают первые звонки. И всё-таки хотелось бы задать тот вопрос, от которого мы дальше начнём наш разговор. Отчего же тогда формируются разные взгляды на, скажем так, на развод, на предразводную ситуацию? На саморазвод и постразводную ситуацию у мужчин и у женщин. Почему в народе фигурируют разные пословицы, какие-то поговорки, советы такие, знаете, устоявшиеся, такие стереотипные, которым многие следуют, но они помогают далеко не каждому. И, наверное, именно это приводит к ошибкам. Вот почему, в чём разница отношений к разводу между мужчиной и женщиной? И почему она существует? Смотрите, конечно, эта разница была сформирована всем предыдущими годами, веками и столетиями домостроя, потому что всё-таки выбирающей стороной всегда был мужчина. И поэтому предполагалось... Или род, семья, да? Или род, семья. И всегда предполагалось, что свободный мужчина, независимо от того, как он получил свободу, даже если в результате развода, он всегда найдёт себе следующую семью. Всегда. А женщина после развода, да, существовало такое убеждение, второй семьи не построит. Сейчас, надо сказать, этот миф очень сильное укрепление получил. Почему? Потому что, с одной стороны, теперь очень легко познакомиться в связи с сетями, в связи с компьютерными технологиями, но реалии демографической ситуации в России таковы, что на 10 женщин приходится в среднем по России 8,7 мужчины, а в Москве менее 8. Так. Поэтому реалии демографической ситуации таковы, что действительно число невест существенно превышает число женихов, плюс ещё, к сожалению, глянец так называемый, да, всё-таки породил миф у мужчин, что их брачная привлекательность с возрастом только возрастает, а женщины резко падает, да, и поэтому на рынке невест резко возросла конкуренция, понимаете? Да. Вот. Девочки молодые перестали рассматривать брак с большой разницей в возрасте, как, ну, чреватый отсутствием понимания, проблемами через какое-то время. И поэтому вот этот вот, к сожалению, миф, вот этот страх женский, что разводясь, пусть и с плохим, но всё-таки с мужем, я сталкиваюсь, уходя от одной проблемы плохого взаимопонимания, я прихожу к более сложной проблеме, проблеме одиночества, вот он порождает, конечно, огромный женский миф. То есть это, с одной стороны, это и не миф, это реальность, да? Да, но есть и такой миф. Есть. То есть есть устойчивая... И он сковывает активность женщины в том, чтобы нормально отстаивать свои права в браке, и после брака ведь очень многие просто говорят, ну, теперь я занимаюсь с детьми. Да, я же все равно никого не найду. Да, это детки, буду ждать внуков, говорят мне, нет, да, клиентке, ещё 30 лет. А она говорит, ну что ж, я развелась, буду теперь ждать внуков. То есть уже поставили женщины крест на своей жизни. А это неправильно. Совсем. Мы сегодня об этом поговорим, вот у нас первый звонок в студию, давайте послушаем наши телезрители. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. 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 У меня такая ситуация. Первый раз я вышла замуж в очень юном возрасте, как бы в связи с беременностью. Ну и, в общем, этот брак долго не продержался, что неудивительно. Но развод для меня был радостью скорее. Я была рада остаться с сыном, мы начали с ним куда-то вместе ездить, всё было замечательно. Сейчас как бы у меня завязались другие серьёзные отношения. А проблема заключается в том, что, в общем, молодой человек, с которым я сейчас живу, он тоже разведённый. И, в общем-то, он меня зовёт в ЗАГС, а я понимаю, что я уже не могу туда пойти, что у меня уже ощущение, что если мы распишемся, то всё тут же развалится и будет плохо. То есть и вы не знаете, что делать, да? Идти в ЗАГС или не идти. А так всё хорошо. Ну, надо сказать, что мы... Да, давайте порадуемся за то, что завязались серьёзные отношения, и это уже очень хорошо. Мне кажется, странная эта позиция, что, видимо, настолько болезненным был всё-таки развод. И главное, что очень болезненным... Здесь другая травма. Очень болезненным было вступление в первый брак. Потому что юноша был, мужчина был фактически вынужден жениться, потому что был факт беременности. И, наверное, там этот мужчина упрекал, что ты меня на себе женила. И наша, значит, телезрительница просто не хочет таких упрёков. Но здесь же замечательная позиция мужчины, который зайдёт замуж. Ну, это как говорят, обжигший... Однажды, да, да. Дует на воду, да. На молоке дует на воду. Наверное, надо дать себе счастье открыть. Ну, и второй брак точно будет не таким, как первый. А свадьба может быть таким замечательным событием. И сделать её такой, какой её хочется. Если это просто поход в ЗАГС. Но я считаю, что мужчине, который делает предложение, отказывать не надо. Не надо отказывать. Да, в конце концов, всегда можно развестись безболезненно, о чём мы сегодня поговорим. Как правильно подготовиться и, скажем так, к этому этапу своей жизни. Как вступая в брак, всё-таки подумать о том, чтобы развод не стал войной затяжной. Конечно. И потом, ну, что здесь останавливает, если отношения хорошие? Значит, наверное, что-то, может быть, наша телезрительница не договаривает, возможно. Нет, действительно, страх или травма, полученная в первом браке, так сильна, что она ещё с собой не может справиться. А вдруг что-то произойдёт? А вдруг опять упрёки. Ты меня на себе женила. Вот это же очень тяжело перенести, потому что это чувство вины и оскорблённости. Поэтому, так сказать, она занимает позицию, я тебя на себе женить не хочу. Так вот надо осознать, что же она на себе не женит. Её замуж берут. Ситуация уже изменилась ровно в противоположную сторону. Вас берут замуж. И у неё теперь шанс сказать, так ты же меня на себе женил со временем. Зачем это сделал? Девушка, соглашайтесь. 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 Совет, соглашайтесь. Хорошо. То есть не надо бояться, в общем-то, этого. Не надо бояться. Ну что ж, переходим вот к нашей основной части. Причины, я не знаю, то есть мифы и реальность. Да, вот как мужчины и женщины смотрят на развод. В чём разница этих взглядов? Разница, которая приводит, наверное, к этим неправильным мифам. Потому что мы будем сегодня говорить о том, что миф – это то, что существует в нашем обществе в качестве стереотипа и мешает нам правильно оценивать ситуацию. Я права? И правильно себя вести. И правильно себя вести. Это такой пресс над нами. Да, а это совсем не так. И этих прессов очень и очень много. Очень много, да. Итак, ну, предположим, начнём с мужских мифов. Давайте. Да, потому что самое первое, что мне удалось вычитать при подготовке к программе – о переживании развода. Что мужчины переживают развод легче, чем женщины. Действительно ли это так, Наталья Фанасьевна? Вы знаете, это не так. Это не так. И я, имея колоссальный всё-таки более 25-летний опыт консультативной работы, с семьями должна сказать, что мужчина переживает развод порой сильнее, чем женщина. И этот миф, знаете, откуда появился? Откуда? Почему он существует? Этот миф появился как раз оттуда, что мужчины не хотят признавать тяжесть и глубину своих переживаний. Понимаете? И поскольку им легче создать видимость своей, так сказать, лёгкости восприятия, они уже куда-то с кем-то выходят, у них уже какие-то подруги появляются. На самом деле, если действительно в семье остаются дети, у мужчины наступает реальная ломка жизни. И мужчина понимает, что он не может быть дальше полноценным отцом. Это колоссальное переживание, что на самом деле он действительно не инвестировал в свою жизнь. А мужчина точно так же остаётся на обломках. Понимаете? На эмоциональных обломках. Поэтому я бы сказала, что этот миф создан только двумя причинами. Первое. Мужчины не хотят признавать себя переживающими. Они считают, что это слабость. Женщины не видят, что они сильно переживают. Как глубоко они переживают. Как глубоко они переживают. И второе. Общество им предписывает не переживать. Да, у нас же, если говорить о фольклоре, ты найдёшь себе ещё таких десять. Ну да. Ну и мужчины не плачут. Да, и мужчины не плачут. Ты не должен быть слабым. Да, да, да. Демонстрировать. Что ж ты уже? Покажи ей, какой ты. Но ведь, посмотрите, как получается. С одной стороны, мы сейчас поговорим, почему мужья уходят от жён в определённом возрасте, в определённое время. С одной стороны, вот что-то мужчине не нравится, он начинает искать себе кого-то, скажем так, на стороне. Потому что миф ли это или нет, что мужчина никогда не уходит в никуда. Если он уходит от жены, если он оформляет развод, значит, у него уже плацдарм подготовлен. Миф. Это тоже миф. Это тоже миф. И знаете, к какому возрасту это точно не имеет отношения. И это сейчас в России очень частое явление, когда разъезжаются по разным местам жительства люди после 50. Так. Они фактически разводятся. Даже если они не идут в ЗАГС разводиться, но семья фактически распадается, дети выросли, а мужчины и женщины не могут жить больше друг с другом. И, как правило, мужчина себе говорит, я больше вот такой жизни, там, с упрёками, с каким-то бытом, который ему не очень нравится, не хочу. И вы же наверняка знаете семьи, где там бабушка живёт на даче, а дедушка продолжает работать и живёт в... Фиктивная семья. Такая фиктивная семья. Да, официально не разводит. Нет, никакого плацдарма. Возвращаясь к плацдарму. Никакого плацдарма. Это к мужчинам за 50 относится вот просто в существенность. Конечно, мужчина в возрасте 35-40. Вы знаете, опять не соглашусь, что к плацдарму. Просто у нас ведь появилось вот это понимание драгоценности жизни. Что жизнь хочется прожить всё-таки в радости. И если жена это божья точила, как некоторые жёны себя называют, знаете, я тебе дана для того, чтобы тебя усовершенствовать, то вот не хочется рядом точила иметь. И тогда мужчина уходит просто в свободное плавание. Особенно, конечно, в мегаполисе. Я думаю, что, может быть, в маленьких городах там уходит на плацдарм, а в Москве полно, я бы сказала, удручающе много мужчин, которые просто ушли, потому что не сумели получить радость в браке. И заметим, что это свободный мужчина же. Опять же, к вопросу о создании второй семьи конкуренции. У нас сейчас небольшая реклама. Дорогие друзья, не переключайтесь, готовьте свои вопросы. Сегодня мы говорим о мифах со стороны мужчин и женщин, мифах о разводе. Поэтому готовьте свои вопросы, мы ждем их через несколько минут.